Первая глава, 45-й стиль. А он в жизни начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. Так что Иисус не может явно войти в город, но находился вне в местах пустыни. Господь запрещал говорить людям, над которыми совершило чудо-испеление. Почему? Это теперь все переносят нам все в места. А зачем ты говоришь, что там проповедовать пришлось им? А зачем вы тогда рассказываете, что кто-то обратился? Речь идет о сверхъестественном. И об этом апостол Павел в послании Коринфянам говорит. Боит сказать что-то, чтобы Бог через меня не сотворил. Если душа где-то обращается, об этом надо говорить. Непрерывно надо говорить. Вот Павел обращается сам. Он обратился, пересказывает. В другом месте опять пересказывает. Перед правителем стоит. Снова говорит, я шел, свет осиял, так я обратился. Как стал христианином. Петр говорит, 3000 человек, прямо об этом говорится. Как Филипп пропалил Евнуху, не скрывается. И не было сказано, чтобы Евнух, смотри, никому не говори, когда придешь. Вот неправильное понимание, а вернее лукавое понимание, приводит к тому, что пошли вопреки слова Божия. Когда человек познал Бога, ему говорится, иди и возвести. А здесь говорится о чуде. Вот что-то через нас Бог сделал. Исцеление какое-то было. И человек начинает это вытягивать. Я вот имею, а ты не имеешь. Вот это Бог запрещает. Фехилак говорит так. Хотя он и знал, Христос, что тот не послушает и разгласит, однако научая нас не любить тщеславия. Велить никому не говори. Но с другой стороны, всякие облагодетельствования должны быть признательны и благодарны, хотя бы благодетель его и нуждался кто-то. Господь не раз говорил, никому не говори, а они шли и разглашали. Так что он туда уже и приходить не мог. Но ни одного из тех, которые провозглашали, Господь не укорил никогда. Ни разу. Он же нарушил его просьбу. Нет. В то же время Господь велит его принести и дать, как по обыкновению приносили очистившиеся. Это восприняется того, что он, Иисус, не есть противник закона. Он, а против, столько дорожит и, что заповедуемое в законе, и он повелевает исполнить. Поэтому, если кому-то ты где-то свидетельствуешь, и Бог открывает дверь, как, Павел, эта дверь была широко для благовестия открыта, это не надо скрывать. Когда апостолы собрались, они стали друг другу рассказывать, кто где, через кого обратился. И говорят, смотри, брат, сколько евреев обратилось, и все они родители закона. И Павел ходил, и я предложил знатнейшим, это Киеве, Петру, Иоанну, Иакову, и напрасно я подвязаюсь. Тут они не скрывали. Павел показывал им, сколько обратилось, и где какие страны. Об этом свидетельствует священное писание. Не говори, на сегодняшний день, там, где через тебя Бог сотворил какое-то чудо. То есть не строя себя чудотворцем. Это очень легко потерять, во-первых. А во-вторых, из-за этого никакой награды не будет. Никакой совершенно. Вот ты хороший врач, у человека болезнь, ты знаешь, какие травы собирать. Как из этих трав получить настойку, из-за человека надо ухаживать, он болеет. Процесс длинный, бывает несколько месяцев. А другой подошел ко Пантелеиму, перекрестил, и человек стал здоровым. Пантелеим, он не получит награды от Бога. Почему? А это не его боже. А вот ты составлял траву, ты ухаживал, отбывал его, убирал из-под него, кормил в ложечке. Вот тебе будет награды. Вот как объясняет Иоанн Златоуст. Поэтому, если даже те чудеса бы умел делать, рассудять, зрение возвращать кипы в немым, язык, ну, возвратил бы тебе ни граммы, не будет в пользу от этого. Мало того, сразу подходит тщеславие. Я вот могу, а ты, значит, не можешь. То, что ты мог, это благодать. И это не означает, что ты Богу так и будет. Иногда недостойные сосуды Бог избирает. И на это люди будут ссылаться. Господи, не таим ли именем чудеса сварили? Они здесь надмивались и теперь переносят туда, на Сул Божий. Не твоим ли именем? Господь, говорит, никогда не знал вас. Отдадите делатели беззакония. И толкование дается, что Бог берет даже недостойных людей и через них делает свое дело. Щеница бывает у баксистов, у мусульман, у кого угодно. А спасение бывает только в церкви, когда по слову Божию. Бог делает, как ему угодно. И он исполняет волю свою через животных. В житиях святых, считаем, вот как отец Ирины был против. Кони, как взбесили, сбросили и его загрызли. Кони. Через птиц. Через насекомых. Начекомые напали, я как на Зибийске пишет. И комары там, кони забунтовали, мулы побежали и все войска отступили. Это даже техника была не такая. Видите как. И он бы похвалился этим. Вам бы похвалился. Нет. После смерти там где-то вознестили. Если Бог через себя обращает кого-то, поделись опытом. Изобрази это. И когда кто приходит, как апостол Павел встал, говорит, где был. Как они свидетельствовали. Как Бог дал силу. Смотрите, полностью его речь. Так что правитель говорит безумству, что Павел, большая усёность, доводит тебя за сумасшедшим. Какие долги делаешь. Что на первое место, с чего надо начинать. Как вступительную часть сделать, чтобы человек раскрыл уши и сердца. Лука 5.15. Чем более он запрещал. Чем более распространялось молданием. И великое множество народа стекалось к нему слушать и вращевать все у него от болезней своих. Приходили ко Христу слушать. Сегодня больше-то идут люди все в церковь из-за болячек. Они из-за того, что пришли послушать. А там и слушать нечего. Какая болезнь? Не урядится, а сына забирают в армию, посылают, где его могут убить. Могут взять экзамен. Какая-то болезнь. Муж бросает. Это все болезни наши. Болезни нашего общества. Они приходят в церковь. И сразу, а кому поставят свечку? Кому? Какому башку поставят? Ну поставь. Ну да, покажут делать. А что у вас? Да дом с дворем. Ну это неопалимая купина. А если зубы болят в третий день? Да это антипит. Уже у нас распределилось все. У нас своя тут диагностический центр. Все знают к тому, как обратиться. Один посчитался и насчитал около 70 указаний в церкви стоит, кому молиться. И он говорит, и в конце я подвел то. Но ни одного места не указано, что молитесь прямо в Господу. Вообще нет у них. Бога-то люди не знают. Марта 2.1 Через несколько дней опять пришел он в Капернаул. И слышно стало, что он в злубе. Что люди искали, когда приходили? Раскопали кровь, опустили больного. Прямо показано так. И выносили, чтобы хотя бы тень Петрова коснулась. Господь приходил, больных всех выносили, десноват. Нам это не нужно за того, говорит. Нам нужно искать Слово Божие. Если человек больной, он получит награду за болезнь. Ну, выздоровел. И что? А где остальные девять, Господь? Почему они не готовы создать благодарность? Один иноземец только. Какой-то самарянин. Он пришел, пал перед Богом и поблагодарил. Что позже? До этого ты сидел и грешил, а с первого дня уже включился в работу. Марка 2.2. Тотчас собрались многие, так что уже в движении не было места. И он говорил. Мы пришли послушать Господа. Вы когда готовитесь идти на службу, молите Бога, чтобы ваши сердца были открыты. Если мне предоставлено Слово, может, это другой будет говорить, чтобы мне Бог положил. Я уже приготовлюсь все и опять смотрю. Опять что-то ищу. Сравнив с этой обстановкой, как это будет выглядеть. Коснется ли сердце? Печальные инвестия пощекали и получают. Об отвратительнейшем поведении священников. На первом месте сегодня у них стоим мы. Книги начали работать. Против книг объявлена смертная война. Где бы ни был, священник наиск принимать не может, пока книги себе не сожгут. В глаза их не видел. Я ждал этого момента, но это только начало. Дальше будет другое. Молитесь о том, чтобы Бог коснулся их сердце. Я повторяю, книги, о которых я говорил, вы их имеете. Минимум две тысячи лет они не были в православии. Здесь все сказано на основании Слова Божия. Притом в православии. Если бы я сказал, я перехожу к баптистам сегодня, к царобрятцам, тут бы, не знаю, векование какое было, я никуда не ухожу. Я нахожусь здесь. Это моя церковь. Это мой каразм. Я хочу, чтобы он шел быстрым ходом, чтобы освободился от всего ненужного. Псалом 76-12. Будут вспоминать о делах Господа. Будут вспоминать о чудных Твоих, о чудесах Твоих древних. А что будешь вспоминать, если ничего не знаешь? Вот что видите? И все старайтесь отнести к сегодняшнему дню. А как вот поступил Давид? А как Павел? А интересно. Вот он пришел к нам, понравилось ему было нас или нет? А вот зашел там, где нет Слова Божия, понравилось или нет? А ты его пригласил? А ты его пригласил? Ты же любишь его? Так он у тебя дома уже. Там 14 посланий его. Один человек сказал, что ты до самой Пушкина жил на лестничной площадке. И окажешься с ним утром, здорово-то, здорово, Саша. То я бы, я бы книги не читал, я бы знал его меньше, чем ни разу его не встречаю, но считаю его произведения. Я его больше знаю. Ну, здорово-то, значит, ты, говорить мне нечего. А о чем ты будешь говорить-то? Так и мы. Сапог Холпаун, по ночам бы говорили. Подошли и сказали, положи руку на голову, говори, умань эту. Или что? Зубы выпали, ставь мне зубы. Он бы сказал, там стоматологический кабинет, иди туда. Мы бы ему вопросы задали, я бы ему задал вопросы. Павел, сколько посланий, которые ты писал, потеряно? Меня всегда этот вопрос интересует. А если бы он сказал, он бы зацепку дал, я так. Апошел, скажи, пожалуйста, а может бы ты их восстановить? Может, там разрешение тех вопросов, над которыми мы идем? Если бы он сказал, да, мне ничего не стоит. Давай, мы не дополним тебе сейчас наговорю. Так, хорошо. А как сделать так, чтобы люди поверили, что это именно твое? Я бы дальше, мне надо, чтобы их включили. А теперь бы спросил, Павел, пожалуйста, скажи, а можно этот канон опять в церковную поставить? Чтобы не спорить. Там может быть как раз и сказано, что все юрисдикции, какие есть, и они законны перед Богом. Что вы прокляете друг друга? Ну, отошел этот патриарх, Филарик Денисенко, его анафели предали, а он был митрополитический. Вместе с нашим Алексеем, там, соседи вместе были, с русскими. Его предали анафели. А он теперь патриархом. Валентина Русанцева, архимандрита, его там все разжаловали, а анафели не предали. А он митрополитический. Да какая же нужда кого-то прокинает? Какие-то не прокинаете, а мы доставляете. Ни тот, ни другой, ни в Европе, ни в Троице ничего не сказали. Они считают символ веры. Но то, что мне ты не подчиняешься, ты проклят. А почему не знаешь? Нам священник так и сказал. А почему я не в алтарь пришел? Да я не священник. Нет, ты священник. Он настаивает на этом. Послание Титул 1.10 Ибо есть много непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Из обрезанных обрезание это крещение. Я дальше переношу это особенно искрещенных и особенно искрещенников. Много пустословов и обманщиков. Поэтому мы должны говорить об этом. Мы скажем, что Господи, слово Троя живо и действенно. Вот Иериньев вернется в прежние древние времена. Он говорит слово Господне. А кстати, я говорил. Кстати, я благословил. Ну, Бог мне это сказал. И что он сказал? Сказал ворота открыть. С войсками вавилонскими не воевать. То есть у него прямо про вавилонская была оппозиция. А ты что говоришь? Ты предатель. Нам же Египет помогать будет. А Египет, он будет разгромлен. От него ничего не осталось. Вот стратег был военный. Эту Библию, где написано, открой врата врагу, печатали. Она была у кого-то. За ней не гонялись. Вот если бы в эту войну кто-то пришел и сказал, откройте врата, Москву сдать и без боя. Гитлеру сразу расстреляли. В этот же день. Мне рассказывали. В лагере сидели. Один инженер только услышал, как гитлер идет и говорит, так так идет быстро, он когтиблю-то с чаем в Москве будет пить. Сразу сказали. Видим, сирена завыла. Весь лагерь там, 200 тысяч только собрали. И тут же его расстреляли в яму. Прямо сразу при всех людях. Враг. Это право киримии. А он ходил и всем говорил. И все они вынесли. Он ослабляет все-таки людей. Убить его. Давайте приблизим те события. Мы не должны воевать. Настройте своих детей так. Господи, сохрани моего ребенка. Послова твоего. Ты сказал, я защищу. А если убьют? Ребенку дают понять, как мусульмане начнут. Вот сейчас ты себя взрываешь. И в ту же минуту армии тебя ведут к Аллаху. Ты там будешь в тарских садах. У тебя там гурии будут. И тебя все будет как надо. Научите детей так. С вами будет Христос. Умрите. Приготовьтесь к этому. Чтобы они не втянулись. Господь говорит, что исцеленный начал провозглашать и рассказывать. Когда духовно Господь исцеляет человека, он прямо повелевает. Иди и расскажи. Что мы можем рассказать? Вот прикиньте к себе. Встретились. Люди любят слушать. Понятное для них. Как ты к Богу обратился? В несчастье спрашивали. Ну вот как вы к этому пришли? У вас несчастье какое-то было? Видно, какие-то трудные остатки. Наоборот, у меня было слишком все хорошо, когда я пришел в Богу. Работаю на корабле. Учился. На штурмана. У меня выход за границу. У меня все в доставке. Заработок есть. На душе покоя нет. И я должен это сказать. Чего не хватало самого, что он обратился? Христа не хватало. Поставьте Христа на первое место. И скажи. Если тому и зеленому было повелено молчать, никому не возвещать, и он сказал, то мне прямое повеление. Иди, и другим возвести. И скажи, каким путем ты до этого доходил? Чего тебе не хватало? Как ты смотрел и фильмы, и телевидение? Как ты сомневался? Ты видел, сколько неурядиц? Слышал о каких-то бедствиях? О грядущих бедах? А беды были такие, воины, военные слухи, что люди будут издыхать от страха. Представьте, один миллиард мусульман. Миллиард. И они плодятся очень быстро. У них многоженство. Четыре жены. И почти каждый год по ребенку. И ничего нельзя сделать. А Израиль это узенькая полоска земли. Я так думаю, что написано, пал огонь с неба, когда Израиль окружит, все-таки применят атомное оружие. Если его применят, будет адекватная ответная мера. И мы каждую минуту будем ждать. Ну, Сибирская тут, что-то лучше писать земли, там ракеты стоят, латайская края. Но если стукнуть по-сибирскому, наши сарайи опросятся. Мы заранее должны сегодня себя настроить на это. Господи, мы возвещаем истину Твою. О детстве и ведущем на вселенную нам очень многое открыто. И на все, что Ты видишь, посмотри сегодня другими глазами. Да, крепкая, да, хорошо я нагородился, все нормально. И в одну минуту все это исчезает. Господи, благодарю заранее Тебя. Ты устроил мою жизнь. Ты так сделал. И я буду об этом обещать. Мои мысли так повернуты сегодня. Вот так я могу рассуждать. Потому что Он мне дал духовное рождение. Какие бы угрозы не слышал свой адрес. Какую бы болезнь у тебя не обнаружили. Какая бы потеря не была. Потерялся ребенок и дискотина. Заранее приготовься к этому. Владыка, благодарю Тебя. Обновленный ум и обновленная совесть моя говорит. Это от Него. Он любит меня. Он испытывает меня. Иов это понял. В один день лишился всего. Семь сыновей. И три дочери. И он на то, говорит, блюдо, на котором подносили мясо. Наполнился мозгами детей. Что он думал? И не сказал ничего. Бог дал. Детей Бог дал, оказывается. И Бог взял. Как погибли. Да будет имя Ему благословенное. И когда случилась беда. И после Бог его пощадил. И написано. Возвратил все вдвое. И у него снова родилось семь сыновей и три дочери. Опять. Но как он мог ими радоваться, когда тех-то нет. И почему вдвое больше всего. В двое больше скотины. Рабов. А сыновей не больше. Не 14. Да потому что те-то живые. У него как раз двое и больше. Скотины. А пути-то те, они погибли навсегда. А у него-то. Те сыновья, они у Бога живые. Три дочери. Теперь у него шесть дочерей. Нужно духовно мыслить. И поэтому, узнав от Бога эту тайну, то, что мы идем к вечеру, и Бог нам обещал Царство Небесное, и как мы получили это исцеление, мы слышим другое повеление. Иди и вознести. Аминь. Аминь.